youtube канал профи здравствуйте сегодня у нас обзор как вы поняли из названия обзор будет на тестер аккумуляторов apple могу сказать одно что это первый русскоязычный видео обзор данного тестера на ютубе для чего он и зачем да и кому нужен об этом в этом видео начинаем начнем с упаковки и комплектации укомплектован тестер в пластиковом кейсе в котором находится кабель usb micro usb плата тестирования аккумуляторных батарей с 1 по 4 поколение ipad и ipad mini далее плата тестирования для iphone 8 8 plus и iphone x плата для apple watch 1 и 2 поколения и плата для iphone 4 4s 5 5s 6 6s 6 плюс 6s плюс с е 7 и 7 плюс также в комплекте имеется плата активации аккумуляторов для iphone с 4 по 7 плюс сам тестер находится в мягкой защите от ударов на фронтальной части находятся две софт клавиши сверху переключатель для включения и выключения тестера micro usb разъем для подключения зарядного устройства как для самого тестера так и для подключенных к нему аккумуляторов через платы тестирования на боковой стороне расположены два usb разъема для подключения этих под тестирование индикатор включения и зарядки и непосредственно tft дисплей выполнен тестер в алюминиевым рельефном корпусе тестер имеет два языка китайский и английский можно задать язык по умолчанию если зажать левую софт клавишу и перевести переключатель в положение включить если же вы знаете китайский язык подтверждайте клавиши под данным языком я не житель восходящего солнца поэтому для меня понятней английский язык при включении тестер показывает информацию о том что подключите аккумулятор заряд аккумулятора самого тестера и версию прошивки тестера подключаем плату для проверки аккумуляторных батарей у меня были батареи только от iphone 5s начнем с бушной даже не знаю в каком она состоянии смотрим заявленную производителем емкость это 1560 миллиампер часов включаем тестер подключаем аккумулятор для нормального определения оригинальности батареи при первом включении нужно переподключить клемму тестер показывает всю информацию об аккумуляторе а именно модель аккумулятора 5s оригинально или нет в нашем случае нет далее количество полных циклов зарядки заявленная емкость аккумулятора фактическая емкость процент жизни аккумулятора фактическое напряжение ток зарядки температуру батареи модель контроллера серийный номер аккумулятора завод и дата производства ну и процент заряда аккумулятора теперь подключим копию нового аккумулятора от фирмы максимум тестер показывает нам что аккумулятор не оригинальный фактическая емкость чуть выше заявленной так как батарея новая процент жизни на 100 напряжение 3 и 9 вольта температуру 27 и 9 градусов серийный номер завод производитель и дата производства отлично сравним с новым обычным неоригинальным аккумулятором разница в том что фактическая емкость чуть меньше серийный номер неизвестно дата производства и завод неизвестно ну что ж проверим тестер при подключенной зарядке подключаем аккумулятор и кабель зарядки нажимаем кнопку включения зарядки и он нам показывает значение в реальном времени напряжение силу тока потребления и температуру также можно и остановить зарядку теперь подключим старую батарею и попробуем очистить данные циклов зарядки тестер выдает ошибку видимо из-за того что аккумулятор не оригинальный или неисправен контроллер в тестере имеется защита от перезарядки так как емкость батареи меньше за счет регулярной эксплуатации аккумулятор больше не заряжается либо же неисправен контроллер поэтому он и лежит у меня как неисправный перейдем к плате активации она нужна если аккумулятор разряжен меньше двух с половиной вольт в этом случае тестер просто не увидит подключенный аккумулятор с помощью ее можно зарядить до рабочего напряжения то есть свыше двух с половиной вольт где приобрести можно данный тестер скоро этот тестер появится в наших магазинах и на сайте перейти на него можно через ярлык нажимаем переходим в раздел оборудования лабораторные источники питания кабели и тестер зарядок и здесь скоро вы можете его наблюдать по моей инсайдерской информации а также вы можете приобрести много интересного и полезного для себя в нашем магазине ну что ж тестер довольно неплох сервисные инженеры и начинающие мастера наверняка для себя уже решили и сделали выводы ученые назвали это естественным отбором об этом я предлагаю написать комментарии под видео а пока подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски и до новых видео пока